Добро пожаловать в Эльзас В самом центре находятся его главные достопримечательности. Это Страсбургский собор, дом Камерцеля, который считается одним из самых красивых фахверковых домов. Кстати, мало кто знает, но в фасаде этого дома остался снаряд еще со времен Второй мировой войны. Можно долго гулять по центральной площади и восхищаться архитектурой, но как же в августе в Страсбурге много туристов. Так, стоп. Лучше вернемся сюда рано утром. Совсем другое дело. Страсбургский кафедральный собор называют шедевром готической архитектуры. Виктор Гюгоеву называл гигантским и изящным чудом. Его строительство началось аж в 1015 году. В течение 200 лет он являлся самым высоким зданием в мире. Собор эффектно возвышается над городом. Сочетание романского и готического стиля делает это сооружение уникальным и неповторимым. Каждое лето вечерами перед собором организовывают представления для жителей и гостей города. Собор является и сценой, и главным актером. Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно, не такой уж Страсбург и мрачный на самом деле. А наоборот, уютный и комфортный город. Каждое лето здесь организовывают городской пляж с шезлонгами и песком, а также лодки и катамараны. Страсбург является еще и велосипедной столицей Франции. Здесь наибольшее количество велодорожек на душу населения. Именно в Страсбурге впервые во Франции появились светофоры для велосипедистов. В Страсбурге есть излюбленный туристами крошечный район, который называется Маленькая Франция. Это умилительное местечко, где вдоль каналов расположены старинные дома, украшенные цветами. За 8 евро можно прокатиться по Страсбургу на вот таком поезде. Но пешие прогулки совсем не утомительны. В Фахверковых домах сиделись те, кому нужна была близость воды для своей деятельности. Рыбаки, мельники и кожевники. Здесь же мы окунаемся в Средневековье. Эти башни были построены примерно в 13 веке и являлись оборонительным сооружением. Крытые мосты перекинуты через 4 канала реки Илья. Здесь же находится плотина Вабана, построенная в конце 17 века. При нападениях реку можно было перекрыть и потопить войско неприятеля. А Себастьян Вабан был один из известнейших военных инженеров. Сегодня плотина Вабана используется как обзорная площадка, откуда открывается вид на квартал «Маленькая Франция». Накрытые мосты и сторожевые башни. Всего башен было 5, но одна из них, башня цепей, сгорела в 1869 году. Четвертая башня скрыта слева за деревьями и носит грустное название – башня Палача. Эти места можно также посмотреть и с воды. В той же «Маленькой Франции» можно на час, а то и больше снять лодку. После небольшой инструкции вы отправитесь в прогулку по реке Илья. «Маленькая Франции» «Всёбль в Рече» «Всёбль в Рече» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Из самого центра Страсбурга можно на траме запросто поехать в Германию 20 минут и вы уже на мосту пересекаете границу двух государств Здесь река Рень чертит линию границы между Францией и Германией, через которую перекинуто три моста Субтитры создавал DimaTorzok Помимо этих трех мостов есть неподалеку еще один пешеходный мост, который соединяет два берега большого парка Жалда де Дуриф Этот парк одновременно принадлежит и Франции и Германии Страсбург неоднократно переходил то под власть французских королей, то германских правителей Сегодня этот город стал символом примирения Франции и Германии, двух первооснователей Европейского Союза Именно поэтому Страсбург был выбран для заседания Европейского парламента И с 1992 года имеет еще статус парламентской столицы Европы Здание Европарламента открыто для посещений При входе вы проходите проверки, как в аэропорту Это подарок от Польши Стеклянный глобус был подарен Европарламенту от польского города Врацлава Немного не повезло Оказывается, видеосъемки в здании запрещены Мы, граждане, законопослушные, поэтому пришлось довольствоваться фотографиями Внутри здания очень современное Ладно, здесь все-таки не сдержались и сняли одно видео Все-таки речь идет о главном зале пленарных заседаний Правда, опять не повезло Сейчас тут идет ремонт И в полной красе мы его не увидим Хотя это не убавляет шарм этого места Все-таки тут принимаются важные решения для Европы На тринадцатом этаже есть большая терраса, откуда открываются прекрасные виды на город и, конечно же, на собор Сзади здание Европарламента соединено крытым мостом со зданием Совета Европы Здание Совета Европы было построено в 1977 году Напротив здания установлен монумент правам человека И людям, чья деятельность посвящена их защите Этот квартал называют Европейским или Кварталом Европы Здесь также находится Европейский суд по правам человека Страсбург, не являясь столицей государства, размещает штаб-квартиры различных международных организаций Наряду с Женевой и Нью-Йорком От строгих пейзажей пора перейти к природным Оранжири был спроектирован по подобию садов Парижского Версаля Здесь в 1804 году был построен павильон Жозофильный во время пребывания Наполеона в Страсбурге Территория парка огромна, аж 25 гектаров Этой изящной беседке 215 лет Можно арендовать лодку на полчаса за 10 евро ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Некоторые многовековые деревья были посажены еще во времена Людовика XIV. В плане отдыха и прогулок Страсбург великолепен. Здесь также есть безопасные пляжные зоны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а если пикник на этой площадке запрещен, то в маленькой Франции все к этому располагает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот ресторанчик Упон Сан-Махта выглядит как тот самый ресторан со Страсбургских открыток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы откроем для себя альзасскую кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, советуем столик бронировать заранее, что на обед, что на ужин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем мы, пожалуй, с тартофломбе у суммонфрей и сибулет. Это пирог на тонком хрустящем тесте, политый сметаной и сыром, с кусочками свежего лосося и кольцами лука. Далее нужно обязательно попробовать для шу-крутин у трои-пуассон. Это традиционная эльзасская квашеная капуста, которая подается с гарниром из картофеля, мяса или рыбы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из десертов мы выбрали ла тарту дюжух. Это ягодный пирог. И традиционный французский кренбрюлей у сюкра дюкан. Эльзасский куглёв глассей суркулей деглантин сувеж. Эльзасский куглёв глассей суркулей деглантин сувеж. После такого обеда тянет посетить какую-нибудь королевскую достопримечательность. Это дворец Рогана, расположенный рядом с собором. Дворец строился в XVIII веке в течение 10 лет и принадлежал династии Роганов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь останавливался Людовик XIV, королева Мария Антуанетта. В начале XVIII века здесь бывал Наполеон и его супруга Жозефини. По указанию Наполеона, помещения и залы дворца были украшены и переделаны по его вкусу. Сегодня парадные залы дворца названы одними из прекраснейших в стране. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2009 году во дворце также состоялась первая официальная встреча президента Николя Саркази и Барака Обамы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В XIV веке центральным элементом на первых часах собора был этот механический петух. Он считается старейшим в мире образцом столь сложного механизма и до сих пор хранится в музее дворца. Во дворце имеются три важных Страсбургских музея. Музей изящных искусств, музей декоративно-прикладного искусства, который мы только посмотрели, и археологический музей, один из крупнейших в стране. За вход в музей декоративно-прикладного искусства мы заплатили по 7,5 евро с человека. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А дорога наша лежит в сторону города Мюлюз. От Страсбурга ехать около двух часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мюлюза считается городом-музеев. Здесь есть музей поездов, музей электричества и даже музей печати на тканях. Но нас интересует Национальный автомобильный музей. Это крупнейший автомобильный музей в мире, владеющий самой ценной коллекцией из более чем 520 классических автомобилей. Это самый старый экспонат аж 1878 года. Можно вообразить, как эти машинки ездили по старому Парижу, или как эти Феррари гоняли по итальянским склонам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, здесь есть все европейские марки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь выставка люксовых авто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно в Альзасе родилась самая люксовая марка автомобилей Бугатти. Здесь же выставлена редчайшая модель Бугатти Уайаль, которая принадлежала самому основателю Этору Бугатти. Считается, что цена этого раритета доходит до 100 миллионов евро, что делает его самым дорогим в мире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музею принадлежит самая полная коллекция автомобилей Бугатти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь также есть коллекция гоночных машин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, формы Бугатти с тех пор сильно изменились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Этот автодром находится на одной территории с музеем, и при желании можно совершить 7 кругов на одной из этих машин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так что, люксовая машина. Возможно, что-то за хак. Ну, а для тех, кто хочет увидеть множество очаровательных мест провинциального Эльзаса, приглашаем в наше второе видео, которое выйдет совсем скоро. Инвестируйте в свои воспоминания, ведь это то, что точно будет с вами всю вашу жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok